добрый вечер уважаемые партнеры сегодня как всегда у нас по средам презентации технологии skyway вот я алексей наумович мы такие основные ведущие здесь и прошлый раз было очень интересно послушать елену стёпину вот с ее посещением экотехнопарка вот со встречи с анатолий эдуардовичем и надеждой вот геннадиевны поэтому было очень интересно и слава богу что мы здесь вот живем и несмотря на все перипетии мы в общем то наблюдаем смотрим и можем прикасаться к новому вот транспорту которая сейчас уже есть вот и который в общем то ждет вся наша земля да вот поэтому я хочу сказать что у нас всякий раз новые презентации вот с алексеем да мы стараемся рассказывать вам о чем то но вот но в этот год вообще выдался на очень много новых интересных событий вот и опять-таки и май месяц нас тоже радует новыми знаниями новыми какими-то очередными свершениями вот технологии и поэтому нам всегда очень приятно делать эти презентации и рассказывать вам тем людям которые неравнодушны и которые в общем то поддерживают технологии skyway либо еще даже сомневаются но в общем то вот эти вот все новые интересные события они конечно заставляют думать и все-таки принимать верные решения меня зовут олег тарасов я являюсь партнером компании sky world community вот данный момент развиваю сеть в общем то белоруссии но также с помощью моих партнеров моих сестричек это уже европа латинская америка мексика вот поэтому очень обширная в общем-то сеть получается поэтому я очень рад и сказано что из такого простого инвестора превратился в довольники крупного рассказать партнера но в общем то стараюсь помогать максимально вот рассказывать про эту технологию сегодняшняя наша тема она связана с последними событиями вот и называется эта тема переход на новый подэтап как вот у нас в общем то сейчас еще идет 14 point или точка 1 да и мне кажется даже уже все подзабыли и в общем то все как даже и забыли где мы находимся и как и что и чего что-то делается но вот эти события которые начались с к вида да они нас или немножко выбили и мы не понимали где мы находимся но вот сейчас я вам напомню что 21 июня 21 года проект переходит на новый подэтап 14 2 вы знаете такое было принято решение что мол много мелких задач были разбиты на такие на подэтапы вот и выражение вот слона можно съесть по кусочку вот это отражение именно тех задач которых было очень много мелких крупных большие какие-то были задержки но в общем то задачи все решаются проблемы все уходят вот на смену другие приходят другие мы опять их решаем и делаем вот но поэтому в общем то сейчас этот 14 первый этап который начался в декабре 2019 года он подходит своему концу вот поэтому могу сказать что он был самым продолжительным да и вот из всех даже я помню 11 этап мы просто перескочили вот это было очень интересно здорово я еще тогда был просто инвестором и для меня было очень интересно думаю как же так в общем то получилось оказывается было очень хорошее финансирование на тот момент и даже удалось закрыть вот эту вот брешь которую постоянно нехватка денег в таком очень серьезном проекте но получилось даже переход с 10 на 12 этап вот но могу сказать что год конечно вот эти два года 19 19 год конец 19 20 и 21 тоже очень непростое время вот но компания движется вперед поэтому мы сейчас с вами немножко расскажем что же за это время произошло произошло происходило с компанией вот вы знаете у нас сейчас два экотехнопарка один у нас находится в мариной горке под минском и оттуда в прошлый раз было много таких фотографий и интересный репортаж от елены степиной да вот и было видео и фотографии и конечно же непосредственно рассказ вот от партнеров и но мы сейчас начнем с шаржи до шаржи это один из эмиратов в арабских эмиратах находится недалеко от дубая дубай все знают скажем тогда вот шаржу знают меньше но я думаю что сейчас связи с развитием экотехнопарков шаржи его будут знать очень многие и как по крайней мере те люди которые инвестируют skyway все знают что такое шаржи да где она находится и и что это за эмират но вот такая вот пустынная почва да в общем то пустыня да вот там уже на этой фотографии какие-то здания и вы знаете что опоры стоят мы сейчас все это расскажем покажем вот и я вам хочу сказать что конечно же это впечатляет к чему вот это приходит несмотря на то что вообще все здесь было песок только песок я там был в эмиратах я знаю что такое песок это заметает буквально все вот но несмотря на это в общем то человек потихонечку отвоевывает вот не делает из песка действительно такой делает уазис и с новыми технологиями поэтому конечно же мы все очень надеемся несмотря на все перипетии что мы в общем то сможем побывать на вот на экспо 2021 или как он вроде бы не меняют название как сегодня сказал алексей суходоев но в общем очень надеемся чтобы в октябре в ноябре у нас получится оказаться и уже вот в эко технопарке skyway в шарже так что же там за этот вот период было сделано ну хронологию я не соблюдал вот в общем то но и наверное по значимости и так смотрите впервые впервые действительно показали у нас было действительно заявлено очень много пассажирского транспорта но настолько был интерес большой вот контейнерным перевозкам что даже сделали два до делают два и сейчас вы знаете то есть и будет у нас юникон чтобы вы понимали потому что разные были там разговоры что вот мы планировали юникон то сделали вот такой вот на 20 футов но я могу сказать что это связано с тем первую очередь во первых 20-футовые контейнеры никто не отменял да во вторых уже у нас построена смотрите вот это вот 400 метровая легкая трасса ну так и можно назвать легкая транспорт трасса потому что там был вот юнибус и юникар допустим юнибус вот здесь вот четыре места вы знаете и вот именно вот к этой вот уже такой полу же там даже гибкая вот это вот трасса которая была выдержана вот именно вот этот контейнер и смотрите что 10 то он продемонстрирует что это есть до что это двигается анкерные вот опоры это все выдерживает да и там получается интерес проснулся огромный то есть со стороны арабского мира очень большой интерес потому что контейнерные перевозки очень архиважны сейчас по морю и в частности альтернатива такая вот передвижение по суше это вот именно skyway ски такое предложение такое да так вот тоже было очень большой репортаж на французском телевидении который мы с вами разбирали и именно они показали вот такой фильм где были показаны ходовые испытания контейнеровоза вот на легкой трассе в 400 метров и ведущий отметил что стоимость перевозки грузов с помощью такого транспорта составляет всего 1 доллар за 100 тонн на 1 километр вот можно так сказать за 1 доллар за 100 тонн на километр это преимущество также указано на самом контейнер вы видите вот они были было написано вот 1 доллар за 100 тонн на 1 километр это колоссальный ресурс который может действительно стать очень сильным конкурентом для всех других перевозок и вот это уже свершилось конечно же unicorn на 40 футов он сейчас делается вы сейчас увидите тоже что эти вот опоры делаются сейчас да то есть они уже в общем-то подготовлены в большей части на два с половиной километра и далее я вам покажу что это есть в общем то это одно из первых вот выполнены задач которые стояла перед компанией уст и второе это вот такой замечательный экодом до который является ведет две задачи во первых это штаб-квартира проекта skyway на ближнем востоке вы знаете что вообще на в эмиратах был запрещен вообще строительство закон был который запрещал строительство деревянных домов до из бруса из бревен и так далее и там в общем то все было только железобетон все знают что это в общем то город вообще арабские эмираты это города где только небоскребы где стекло и бетон железобетон да вот и вот юницкий он и хотел именно не хотел такой строительный дом потому что мы же компании которые зеленые технологии проповедуют да и поэтому это было полгода чтобы приняли закон что именно вот этот вот дом он может быть построен но пришлось вот этот закон менять именно под под наш эко-эко-дом и юницкий вот анатолий эдуардович он и сказал что я вам покажу что можно в этом доме жить не используя даже кондиционеры но может они будут там на какой-то там случае но в принципе все будет достаточно что если будут эти зеленые насаждения они как никто другие снимают эту жару вы сами знаете что уазис именно когда где-то какая-то пальмочка вырастает либо какое-то другое растение то действительно это уже называется уазиса там где есть вода там где есть вот деревья там уже появляется жизнь вот поэтому такая вот жизнь она представлена виде нашего эко дома да вот и второе значение этого к дома это нагляда демонстрации экологического подхода к строительству в котором сочетается зеленые технологии и эргономичная арки архитектура вот это внутренний дворик вы видите да и наружный вид вот во внутреннем дворике уже проводится презентация уже ну все на один слайд не влазит там уже олег зарецкий показывал принимал делегации вот и конечно же это очень все здорово и вы представляете вот верхняя фотография который я вам показывал был песок а вот уже смотрите даже не скажешь сразу что это где-то в эмиратах где жара там 40 50 градусов вот поэтому смотрится очень здорово и конечно же это уже уже притягивает да то есть притягивает и взгляды и хочется посетить этот дом вот поэтому надежды то что это дальше будет в общем то каждый сможет себе из инвесторов тоже такой доме когда-то в будущем построить в общем то лично у меня есть такая мечта далее закончили строительство анкерах опор для вот для легкой линии 400 метров вот вы видели сначала что первый слайд у меня был там где уже контейнеры там ездит да вот но это легкая трасса в первую очередь вот анкерные опоры вот такой видите такой ажурная тут арочка такая очень красивая да вот и конечно же по ней вот есть вот уже юнибус наш да и мы эти уже кадры видели поэтому вот доказали что это вот такая вот как бы нить она выдерживает не только юнибус там с людьми но также выдерживают вот эти вот контейнеры вот который будет также передвигаться со скоростью 120 150 километров в час если для юнибуса то для контейнеров допустим 120 километров в час вот но принципе вот такие вот скорости были заявлены и они соблюдаются естественно вот испытание проходит именно вот на этой короткой довольно таки краса трассе 400 всего километра далее как вы видите что помимо всего прочего что не только дом в общем то стоит вот как значит но уже подведены все необходимые ком коммуникации из асфальтированной дороги хотя мы все знаем что конечно же там если будут песчаные бури то там уже надо опять-таки принять прилагать усилия но данном случае вы видите что уже все оккультурина все уже за асфальтированная плиточка положено вот на слева если там плитка положено тут не очень видно но принципе при при ближайшем если приблизить фотографии там будет плитка как вот у нас минске везде эта плитка лежит и в эмиратах это тоже плитка там находится в общем то все коммуникации подведены как вы понимаете нужно и вода вот нужно электричество вот и асфальт для дорог которые будут подъезжать именно на автомобиль вот ну вот эти вот далее это значит следующий пункт такой установлены при промежуточный опор для двух тяжелых трасс длиной два с половиной километра вот с одной стороны это трасса вот как алексей говорит и вообще называет это санта-барбара да вот эти вот арочки а с другой стороны вот видите может быть вам я вам мышкой покажу вот тут вот они вот тоже вот это санта-барбара а вот здесь вот тоже анкерный опор они тоже высокие они тоже такие крупные и вот они водного за этим плакатом там дальше они идут в общем то на если близко приближать то их видно будет то есть да то есть вот но если взять отдельную фотографию то их видно поэтому вот эти вот трассы они то есть они эти опоры сейчас устанавливаются и вот видите дальше вот дальше вот эти стоят опоры и вот уже вот видите сколько здесь тросов привезено видите сколько катушек какая предстоит огромная работа то есть это действительно все делается все завозится несмотря на вот эти все к виды несмотря на то что там транспорт становится и так далее все работы движутся поэтому конечно такой фото отчет он дорогого стоит поэтому все деньги которые мы инвестируем в проект они не просто где-то лежат или там что-то кто-то покупает это все действительно делается на два благо данного проекта во благо вот этих непосредственно проектов которые сейчас произвину происходит вот в эмиратах далее заявлено уже о первом адресном проекте вот вот почему то эти вот тяжелые опоры вот эти тяжелые опоры они будут именно для юниконта вот если на первом слайде у нас был легкий 20-футовый контейнер дата здесь на юниконте справа представлена именно уже 40 футовый контейнер такой ну в общем-то стандартный да вот и пусть будет пролегать вот если на левой фотографии тут на левом слайде вы видите вот шаржа вот дубай желтенький вверху шаржа а вот корфахан это вот пересечение вот сюда вот он находится да то есть в общем то здесь кажется ой тут немного немного расстояния это расстояние 130 километров она проходит так по равнине вот тут песок песок да так и горная часть и при том горная часть очень немаленькая она вот идет раз поэтому здесь и дальше опять идет уже к порту поэтому там тоже снижение будет там еще в общем то тут такой знаете не непростой участок но уже этот вот участок он уже спроектирован и уже в общем-то строя идет строительство то есть сначала это и вот идет два с половиной километра до и потом это продлевается уже уже в сто тридцать километров вот об этом адресном проекте говорила анатолий едуардович говорила надежда геннадьевна поэтому имейте ввиду что уже вот мы на этом в этом году в двадцать первом это будет строительство уже идти неимоверно быстро я так надеюсь то и в общем то все же сделано все подготовлено поэтому строительство уже ведется не то что это планируется будет так далее это уже ведется строительство поэтому видите как все сколько там катушек это явно не на два с половиной километра там катушек вот этих да а на гораздо большее количество поэтому из этого можно уже делать выводы что данный момент уже ведется строительство так вот смотрите вот этот вот тут еще такое интересное новшество было я конечно в восторге а даже при том что я не не нахожусь внутри компании да и но из того что только из того что даже сегодня суходой выступал и или другие спикеры они говорят мы даже не всегда даже можем знать что да вот что происходит но даже из тех в общем то данных которые мы имеем через наш кабинет мы знаем что вот допустим как компания развивается то есть помимо того что вот этот вот контейнер да на 40 футов он представлен уже разработана концепция что именно вот этот контейнер он может поменяться на пассажирский модуль то есть не надо будет ходовую часть вот эту менять понимаете как вот одно второе третье вот а именно убирается контейнер и ставится сюда уже пассажирская часть открываются двери там сиденье находится так далее и вот вот это уже именно та тенденция чего нужно больше если нужно больше перевести контейнеров у нас и unicorn если надо будет больше перевозить людей допустим из порта корфахан допустим сюда там не знаю моряков или кого-то и так далее это будет двигаться в этом в этом направлении же будет пассажирский модуль и вот это настолько очень здоровское и классное решение что что по этому пути на самом деле уже идут многие в общем-то концерны да но одно дело придумывать а другое дело уже это в действии поэтому вот я могу сказать что вообще почему возник допустим вот этот вот unicorn потому что правительство именно шаржи правительство вообще эмиратов они очень заинтересованы в том чтобы наладить вот это беспрерывное скажем так доставка вот этих грузов контейнеров до последней милинг до последней точки и вот поэтому здесь когда анатолий эдуардович показывал только на макете сразу было принято решение что делайте сразу не только пассажирское делать и сразу не уникон но тяжелые трассы необходимы для вместительного тяжелого транспорта который сможет приводить 40 футовые морские контейнеры весом до 35 тонн или взять на борт вот этот же модуль может взять 200 250 пассажир и именно планируются первые адресные проекты связанные на как раз с этими вместительными пассажирскими и грузоперевозками именно вот огромными такими вот массами понимаете то есть если необходимо то меняется и все это практически очень быстро все делается вот поэтому уже вот доставляется вот и ожидается вот опять-таки еще одна еще одно фото что ожидается в центре skyway в тяжелой трассе вот на два с половиной километра будет показан новый вид многосоставного струнного транспорта который сможет вмещать несколько сотен человек то есть уже идет это это не просто вот на словах да а вот уже пожалуйста делается вот вам хотите контейнер вот перевозим хотите перевозим там столько-то людей и по и заявлению руководства такой вместительный транспорт одно из самых перспективных направлений для будущей коммерческой реализации понятно вот это об этом говорили но это сейчас уже делается это крайне важно сейчас осознать уже вот я кроме того да так как весь транспорт у нас мало того что электрический вот такие вот две фотографии нашел да вот где действительно что показано что все на весь наш транспорт все виды трудного транспорта оборудован системой автоматического управления который позволяет исключать человеческий фактор во время движения и для управления движением транспорта оснащен комбинации камер и радаров которые позволяют определить вот я удивляюсь более 90 видов объектов 90 видов объектов а также параметры их движения скорости расстояния до объекта представляете на втором уровне на втором уровне и 90 я например вот честно вам скажу если я вот есть если едешь на машине вот представьте сейчас вы сами 90 насчитаете себе что вы насчитаете я допустим попробовал посчитать но 10 вот здесь быстренько там там пешеход велосипедист допустим там где-то я не знаю собачка кошка выскочил но естественно что непосредственно вот эти вот те транспортные средства которые едут с тобой в допустим в ряду или рядом с собой но что еще откуда 90 понимаете вот поэтому если у вас есть сейчас желание посчитать можете мне списком выдавать вот что же такое 90 может быть ну птички может быть еще до бывает что попадают птички где-то там в радиатор и так далее но в общем то так что-то у меня так само она щелкает непонятно перешло вот так ну в общем то вот такие дела и вот под это дело я вам хочу привести пример концепта mercedes benz потому что ну mercedes все знают да вот они создали такой vision urban etic да вот и у них тоже самое якобы в каком плане что у них есть значит построил концепт модульного городского беспилотного ну а то чем мы сейчас с вами говорили да то есть все функции которые есть транспортное средство называется vision urban etic это аппарат со соединяем электрической тележкой и сменными кузовами кузовами которые транспортная компания может наобедно менять по мере необходимости превращая то в автономное такси то в развозной фургон и теоретически таких оболочек может быть много от автомобилей спецслужб до мобильного кафе есть ролик я не знаю мы можем его посмотреть но я знаю что это надо отсюда выходить но не суть можно потом будет в конце показать а если алексей включит да ему этот самый где-то сам ролик находится так вот смотрите в качестве машины тоже там превращается 12-местный микроавтобус до из них восемь месяц а вот а сейчас алёша нам покажет да ну давай отлично вот ну давайте посмотрим чтобы тут один раз увидеть чем сто раз услышать а а все и а и и Субтитры создавал DimaTorzok 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 Все, понимаете Все вот эта проблема не решается Потому что транспорт второго уровня Это новая концепция Это самое главное Что бы вы там уже не сделали Какие бы там не были возможности Вот этого вот Концепт Mercedes-Benz представил Хотя, но решение не придумано Потому что вот моя сейчас мама находится в Москве Они там куда-то ехали Буквально ехать там Ну я не знаю, на велосипеде 15 минут А на машине ехали час Потому что такие вот пробки Вот И я не знаю, как этот вот Кто-то там резанет Кто-то подрежет Кто-то все, в общем-то Как будет справляться вот в данном случае То есть это такая все-таки Немножко такая футуристическая картинка Которая меня, в общем-то, не впечатлила Но в любом случае Вот Владислав Волков сделал акцент на том Что много таких машин Но я вот послушал его вчера И вот решил вам тоже показать Что такая концепция есть И, в общем-то, пока она все-таки Не решает тех проблем Которые стоят перед человечеством Вот Ну ладно Мы про это закончили Вот Что у нас тоже есть концепция Но она на втором уровне И это гораздо за то, что хватает сейчас И хотят Чтобы было у них, допустим, как в Эмиратах Но, естественно, что это нужно всем Вот Ну так вот И кроме того, сейчас Вот так как уже вот это все сделано в Эмиратах Да Вот сейчас объявили о переходе на второй этап строительства Вот в этом вот эко-технопарке, который в Шарже Развитие центра Skyway в Шарже разделено, в данном случае, на три этапа Это строительство легкой трассы на 400 метров с анкерными опорами Строительство эко-дома для приема делегаций и пропускного пункта Все вы это видели уже, да Сейчас идет второй этап То есть это идет уже строительство двух трасс Протяженностью 2,5 километра с промежуточными анкерными опорами Вы тоже уже видели, что опоры То есть анкерные опоры стоят Промежуточные стоят Вот сейчас вот эти вот будут натягиваться вот эти вот струны Да Вот там будет и жесткая, и полужесткая трасса В общем-то, ну струны, они То есть вот эти вот тросы, они везде нужны, поэтому их много И вот и третьей уже будет строительство четвертой трассы Протяженностью 2,5 километра с промежуточными анкерными опорами Также сооружение здания центра разработки и проектирования струнного транспорта. То есть практически уже идет все где-то параллельно второй, третий этап, поэтому вот такая вот картинка будет уже полностью, когда будет закончено, да, что-то вы уже увидели, допустим, часть, да, вот Экодом можно видеть вот здесь, да, вот это вот танкерный опор на 400 метров, а там дальше еще вот, скажем так, будут вот тут вот тяжелые трассы, наверное, ну, в общем-то, я до конца еще не знаю. Как должно быть, вот нотка по этому плану, вот можно предположить, что именно вот так вот планируется. Кроме полностью функциональных тестовых участков на территории центра планируется также создать полноценную инфраструктуру городских комплексов, плотно-посадочных станций, турникетов и системы приобретения билетов. Так что, скорее всего, когда мы уже туда приедем, уже мы будем покупать, наверное, билетики такие вот, чтобы прокатиться, и это уже будет там не один-два, как вот, допустим, у нас в Мариной горке, да, что пока стояли мы в очереди, чтобы прокатиться. А здесь уже, наверное, их будет много, будет туда-сюда передвигаться, и, конечно же, это будет уже, ну, надежда такая, что не надо будет ждать очень долго, чтобы прокатиться, проехать 400 метров или 2,5 километра. Я думаю, что уже будет их много наших вот этих вот капсул, хотел сказать по-английски, как и на Unipods, да, вот таких вот SkyPods будут ездить, их много будет, поэтому всем будет и прокатиться интересно будет, и составить свое впечатление. Тем более, очень много там новшеств, я просто действительно, вот когда готовлю презентацию, я начинаю столько читать, ну, усиленно, то есть внимательно, чтобы вам донести. Там же и колесо, уже не только сталь, сталь там специальная резина такая, да, вот, и чтобы было меньше шубы, вот эта противосходная система, ее тоже там улучшили, да, что она тоже, чтобы шуб практически полностью уходит, понимаете. Поэтому, ну, даже вот сейчас, если у нас метро сравнить, даже, казалось бы, метро, оно и там метро, и там метро, да, но вот одна линия, там хоть старые вагончики, когда заходишь, в общем-то, все, бесполезно с кем-то разговаривать, бесполезно там музыку слушать, все, уже все, шум в ушах и так далее. И вторая линия метро, вот у нас, и третья, которая построена, иногда она ходит по второй линии. Новые, новые вагончики, да, новые поезда, совершенно можно спокойно, спокойно разговаривать, сидя, в общем-то, вот, поэтому компания Юнический Сыринг Технологии, она все это понимает, все знает, что транспорт должен быть решением проблем. И вот это, когда постоянный шум в ушах, тоже, конечно же, понимаете, это уже могут привести к каким-то болезням, заболеваниям, особенно вот эти машинисты, ну, которые ездят, допустим, в метро, да, наверное, у них это тоже сказывается на их здоровье, вот, ну, и на здоровье тех пассажиров, которые постоянно ездят. Вот, ну, в данном случае, я говорю, проблемы настолько, там столько нож и столько инноваций, поэтому я говорю, что очень мне уже не терпится, конечно же, побывать в шарже и все это собственными глазами посмотреть, руками потрогать и прокатиться. Вот, ну, опять-таки, интерес огромадный, огромадный, это тоже вот несколько там вот кадров, которые были у меня вот так вот, я вот выставил и все, и, конечно же, есть интерес огромный со стороны региона Мена, это вот Северная Африка, это вот Ближний Восток, да, что мы там знаем. Вот, вы там знаете, у нас было, мы много рассказывали и о том, и о нейном городе, который в Саудовской Аравии планируется, Лайн, да, тоже очень интересный. Ну, и, конечно же, есть вообще перспектива соединить, как говорится, Саудовскую Аравию с Эмиратами, вот, в Эмиратах тоже очень много планируется, поэтому интерес огромадный, и я просто говорю, что мы находимся в такой вот стадии, когда просто вот эта пружина настолько сжата, что она когда будет распрямляться, то есть там, в общем-то, это будет просто фейерверк, наверное, это будет брызги шампанского, поэтому я думаю, что мы все будем просто купаться вот в этом вот, в счастье, что мы оказались в нужном месте и в нужное время, и смогли помочь Анатолию Эдуардовичу осуществить вот эти вот, такой проект, который действительно не оставляет равнодушным никого. Вот, также могу сказать, вот смотрите, вот транспорт, 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 и вот смотрите, уже сейчас в Экодоме, да, Юнический Стринг Технологии в Шадже собирают макет линейного города с действующим моделем транспортных средств. Не просто вам говорится, ну вот у нас есть такой транспорт, вот у вас метро, давайте построим Skyway, говорится новая концепция, будет представлена новая концепция линейных городов, чтобы люди сразу, когда вот, допустим, приходит человек, допустим, бизнесмен, либо какой-то человек, который государственный деятель, я не знаю, там, президент, эмир, в общем-то, и он сразу видит решение, вот как сейчас, допустим, в Саудовской Аравии, хочу лайн, да, чтобы город был не для машин, а город был для людей, понимаете, вот его концепция такая. А как решить? И вот там мы с вами рассматривали, что там будет второй, третий уровень, там как бы второе метро, там скоростной поезд, сверху там машины ездят, но это нереально, потому что я, допустим, когда был в Швейцарии, там, когда едешь вот в этом вот длинные есть тоннели, допустим, один из самых длинных тоннелей вообще в Европе, как какая бы у тебя машина ни была, через какое-то время ты начинаешь чувствовать вот в салоне автомобиля вот эти выхлопные газы, и начинаешь вот, я, например, очень чувствительный вот к этому, к плохому воздуху, да, и реально вот едешь и начинаешь вот как бы там, какой бы фильтр не был включен, какая бы дорогая машина ни была, все равно пробивает, пробивает. И вот я так подумал, что уже даже это, то есть туда спускаться я бы не захотел. А решение есть, решение есть, надземный транспорт, поэтому я думаю, будет, тем более выкопать, у нас тут метро 4 станции 5 лет копали, да, и вроде бы купили какое-то там оборудование супер-пупер, и все равно это очень долго. А прокопать 170 там, или сколько там километров планировалось, это лайн-город, да, чтобы это все было, я думаю, что это совершенно ненужное решение такое, сколько там может быть сложности, там могут быть, ну, сами понимаете, под землей это под землей, и шахтерами сколько попадают люди вот в такие вот закупорицы, я бы не хотел туда всякий раз спускаться, чтобы куда-то там переехать. То есть лучше по верху, лучше по, чтобы видеть эту красоту и так далее. Моя дочка сейчас, кстати, меня вот удивляет, у нее такое есть хобби такое, вот она не просто гуляет, она вот с подругой, они гуляют-гуляют, а потом берут, допустим, мороженое там, или я не знаю, там что, садятся в автобус и говорят, мы ездим по разным маршрутам, так красиво, папа, такой город Минск красивый, зеленый, все вот это вот, все, если погода там, даже если нет погоды, там дождик идет, все равно в транспорте это не чувствуется, так я вот тоже представляю, что если ездить в Skyway, да, вот ездить, все видеть, все с высоты птичьего полета наблюдать, то есть это очень здорово. Поэтому вот этот концепт линейного города, мне кажется, это очень здорово, потому что сразу будет продаваться вот эта вот, как говорится, группа компаний Skyway. Есть линейные города, есть этот транспорт, который эти линейные города соединяет, есть здания, которые юницкие знают, как это делать правильно, строить там все это, вот просто в восторге, вот эти эко-дома, да, есть почва, которую можно из пустыни сделать, действительно, оазис там, потому что, ну просто, я не знаю, ребят, наверное, богом посланный человек вот такой, мы прикоснулись к нему, поэтому я тоже очень горд, что лично знаком, ну как, конечно же, не так, что прям друзья друзей, но слава богу, что за руку держал человека, благодарил его сам лично, вот, и спасибо Алексею Нумовичу, вот, и за то, что, как говорится, способствовал тому, что мы знакомы и очень рад помогать вот этой технологии, когда ты лично знаешь автора этой технологии, это очень здорово, и, конечно же, горжусь этим, вот. Но давайте так, тоже мне очень впечатляет, я такой человек быстрый на подъем, да, и вот меня что удивило, только вот мы с Алексеем еще смеялись, говорю, нас, наверное, услышали, читали презентацию, как раз случился вот этот инцидент в Советском канале, вы помните, да, и я говорю, ну как-то так, вот, такой важный, в общем-то, важный артерий для торговли, да, и она, в общем-то, так раз, и тромб такой в виде корабля вот этого вот огромного, да, контейнеровоза. И я говорю, ну вот, сколько там, миллиард долларов, только капитан должен заплатить там его компанию, там, да, миллиард долларов, представляете. Потом говорю, другие компании понесли, вот, надо делать альтернативу, то есть что, на сушу, потому что я так и сказал, что если корабли идут, допустим, 20 километров в час, там, ну, как они говорят, 10 узлов, да, это 20 километров в час максимум, представляете, это и то надо очень аккуратно, потому что там есть и уже места, и шире места и так далее. И вот даже непонятно, почему так случилось, то ли ветер подул, то ли капитан заснул, то ли капитан специально заснул, понимаете, там сейчас уже нет нужды это гадать. Но факт то, что был стопор, стопор всей мировой экономики. И вот как на такие, тут я говорю, действительно, когда строится дом, я всегда говорю, есть лестница, есть лифт, и даже иногда, если чем выше дома, даже пожарная лестница есть, то есть через балконы, да. Ну и на крайний случай есть пожарная машина, которая приезжает, поднимает лестницу там и так далее, да, ну, то есть много вариантов. Как же тут получается? Вроде бы все серьезные дяди там сидят дома и так далее. И вот только я это произнес, я даже там посчитал свою калькуляцию, примерно сделал, и получилось, что уже было подготовлено, представляете, вот что, значит, компания, которая действительно знает все больные, болезненные точки мировой экономики, вообще планеты Земля, да. То есть было сразу первым, первым, кто предложил транспортное решение, компания вот именно Unitsky String Technologies предложила решение. То есть позволяет создать надземные, надземные электрические транспортные комплексы с ультралегкой структурой, рельс-струной, по которой будут вот эти, курсировать электроподы Unicom, да, которые будут перевозить контейнеры, и 20-ти футов, и там вот 20, да, и 40, вот ТЭО и ФЭО в обоих направлениях вдоль канала. Поэтому все есть, понимаете? То есть вот как это, вот это мне очень впечатлило, что настолько было быстро принято такое вот решение, и подано решение именно вот для руководства, там, я не знаю, это будет, кто решает, либо там Аль-Сейси, это президент Египта, либо это там, в общем-то, еще есть люди, которые могут поспособствовать. Ну, в общем-то, это было для меня очень здорово, что я это вот услышал, что компания так быстро отреагировала. Вот. Что же у нас в Беларуси за это время произошло, за полтора года? Значит, началось-то строительство вот седьмой трассы в Экотехнопарке. Вот посмотрите, как это все действительно, какие там железные прутья, как это все, какой бетон там по цвету, видите, однородный. В общем-то, все видно, что это на таком высоком уровне все делается. Поэтому, конечно же, это впечатляет. Да, то есть не останавливается ни в Шарже, ни в Марьиной горке идет строительство, и мы надеемся, что будет и скоростная трасса построена и у нас в Беларуси, и, естественно, в Эмиратах. Но в Беларуси почему? Во-первых, Анатолий Дарыч говорит, что это дешевле, потому что все здесь у нас КБ сидит, и не надо никого возить туда. А во-вторых, что все-таки наши люди здесь на месте, они все-все выверят и так далее. Когда уже будет все выверено, можно уже в Эмиратах построить. Потому что в Эмиратах, если какие-то там ошибочки, это все становится втридорого. Да, во-первых, и там и дороже сама жизнь, вот, и проживание, и питание, и, скажем так, вообще там не навозишься все КБ туда, чтобы там решать какую-то задачу. То есть это будет довольно-таки проблематично. Поэтому я тоже очень надеюсь, что скоростная трасса будет построена у нас. Но вот, в общем-то, ведутся работы, и мы надеемся, что это будет доведено до логического конца. Вот, дальше. Установлен новое оборудование производства UST. Действительно, тут очень много слайдов у меня было, очень много. Я тут уже вот показал, что вот и рабочий состав, вот, разгружаю там, и были, ну, что большие помещения, что это не маленькие какие-то там, как в гараже там начинал, допустим, тот же Джобс работать. Да, то есть действительно хорошие площади огромные. И вот одно из таких вот последних направлений, это действительно, что компания не скупится на покупку дорогого оборудования. С компанией, вот, допустим, сейчас сотрудничает с японской фирмой Akuma. Станок в автоматическом режиме изготавливает самые сложные детали для транспорта SkyWay в соответствии с заданной 3D-моделью. Вот, это второй подобный станок в Беларуси. Первый используется от предприятий военной промышленности. И вот токарный станок, такое там его длинное название, вот, он, стоимость его от 180 тысяч долларов. Поэтому все инвестиции, которые делают люди, они понимают, что это вот сразу идет в дело, сразу идет там в металл, сразу идет в опоры. Вот, вы видите, все это делается, ничего не лежит просто так. Вот такой станок от 180 тысяч долларов, я даже думаю, это самый простой, там, наверное, есть еще более сложные. Поэтому вот такие станки у нас на производстве. И поэтому, конечно же, тут компания в этом плане, опять-таки, можно аплодировать. Давайте поаплодируем вместе со мной. Вот, я очень рад, что такие, такая технология и такие технологические вот вещи все приобретаются, станки. Вот, ну и, соответственно, наши люди, это самый ценный ресурс тоже, они есть. Да, аплодисменты бурные, спасибо. Спасибо, Елена, как всегда, эмоционально. Вот, ну и была показана ходовая часть нового Юнибуса на 25 человек. Я вам говорил уже о том, что есть все-таки тенденция, несмотря на ковид, что нам нужны, в общем-то, и такие антиковидные, то есть маленькие на 4 человека, на 2 человека, допустим, как Юникары, да, или Юнибайки. Но также спрос идет и на большие, в общем-то, такие вот пассажирские модули. Модули, поэтому, в общем-то, вот такие тоже есть. Вот, это было продемонстрировано. Далее, значит, вы знаете, что было приобретено в собственность, опять-таки, для тех людей, которые вот не знают, куда деньги, когда уже будет это IPO, там, когда мы там уже построим. Все делается по-хозяйски. Все вот по-хозяйски делается. Поэтому чем платить аренду и отдавать дяде, тете, непонятно за что, да, то есть и отдаешь свои навсегда, берешь чужие на время, да, отдаешь свои навсегда. Так вот, не отдает Юницкий Стринг Технологис навсегда. Он отдает, он берет это, в собственность покупает, и мы с вами являемся тоже соучредителями этой компании, вот, и сказать, что мы тоже являемся собственниками вот этого здания. Замечательно. Мы с Алексеем там были, Юницкий Стринг Технологис написано везде, да, вот это еще картинка, когда еще было старое название, но вот весь персонал, вот такие вот замечательные коридоры. Хотел Лешу с книгой еще найти, но в последний момент не нашел уже, и там, где Алексей с книгой сидит инженер, вы знаете, вот он тоже в этом здании находится. Вот видите, какие условия, люди работают, инженеры за компьютерами, вот такие просторные коридоры, вот такое замечательное здание, это 9 тысяч квадратных метров, 9-этажный офисный комплекс, вот, который способствует оптимизации бизнес-процессов, повышает уровень продуктивности и т.п. и т.д. Вот, так вот, замечательное здание, спасибо, Алексей, тоже туда меня свозил, показал, посмотрели, вот это было все прекрасно. Так что тоже это здание в собственности, для тех, кто не знает, я еще раз повторяю. Вот, вот такой модельный ряд, потому что действительно, говорят, а что, вот смотрите, все есть. Есть Юнивинт, вот самый маленький в самом начале, да, есть Юнифлэш, это скоростной, есть вот маленькие модули, есть огромные модули, и также представлен огромный ряд вот для грузового транспорта, да, вот от Юнитрака, да, получается, тут на Берельсовый Юнитрак, тут получается Юниконт, и вот эта вот транспортная лента тоже, она бесконечная, там можно на любой километраж поставить, то есть вот такие вот вещи у нас уже созданы и верифицированы за, прошли сертификацию, сертифицированы, то есть, ну, понимаете, действительно за такое короткое время создать столько много моделей, я думаю, что это, ну, это просто фантастика, когда это все осознаешь, в общем-то очень здорово. Вот, и опять-таки повторюсь вот с прошлой презентации или с позапрошлой презентации, о чем говорила Надежда Косарева с Максимом Исыпом, действительно, что вот самое ключевое – это то, что мы не стоим на месте, и вот следующий подэтап, если уже брать, да, это вот 14.2, с чего мы начинали, да, мы начинали, говорит, про 14.1 все сделано, а что же в 14.2? 14.2 – это этап, который предусматривает планы тестирования грузового транспорта на тяжелых трассах, что мы говорили в Шарже, да, участие Skyway в международной выставке Экспо в Дубае 2020, ну, оно сейчас будет 2021 в этом году, да, также работа над адресными проектами, которые, по словам руководства, будут заключены до конца 2021 года. Но я повторюсь, что Надежда Косарева сказала, сейчас у нас в работе два коммерческих предложения, то есть уже в работе, и несколько проектов на стадии подписания, то есть в работе уже два. Ну, скорее всего, я думаю, что это все-таки вот этот вот Шаджи Курфахан, но что мне сейчас гадать, я просто знаю, что это не только у нас Эмираты, да, вы знаете, у нас будет, скажем так, такой маленький адресный проект, это для рыбаков в хозяйстве у Юницкого, да, вот, в акварели, вот, а также я знаю, что сейчас активную работу Маслов, Владимир Маслов и Франсишек Солор, на этом, да, тоже там, да, они находятся сейчас во Вьетнаме, там очень долгое у них было нахождение в, скажем так, сидели на карантине, пришлось мыслить, но работа ведется, поэтому там тоже, я знаю, планируются вот именно адресные проекты, но, опять-таки, пока нам это до конца непонятно, где, что и как, но знаете, что уже ведутся вот эти работы, это из уст Надежды Косаревой было сказано, да, что же сказал Анатолий Эдуардович, я тоже еще раз повторюсь, может быть, кто-то будет первый раз смотреть и так далее, что когда-то все боя, вот, те, кто нам не звонил и за границей, и, допустим, до этого, вот, все мы почему-то тоже, и мы тоже, кстати, те, кто давно не вестил, мы ждали это IPO. Почему? Потому что нам говорят, вот, мы сейчас помогли компании и дали деньги вот в этот конвентируемый займ, за это мы получили акции с дисконтом, да, там, по одному центу, по два, по три цента, а вот на IPO уже будет вот этот вот такс, один доллар, и все, вот, надо продать. Ну, что, допустим, да, из этого получается якобы выгода, но самое главное, что вот Анатолий Эдуардович сказал, что мы IPO, мы придем к нему, но люди, которые вот инвестировали, и, может быть, мы даже еще не дойдем до 14, до 15 этапа, да, когда будет готовиться вот скоростной транспорт, а вот уже на 14 этапе уже пойдет прибыль, она уже идет, вот, она уже идет потихонечку капитализация, но серьезно капитализация начнется, когда мы будем строить конкретные трассы большие, там, допустим, да, чем больше их будет, тем больше будет, соответственно, грузов перемещаться, пассажиров перемещаться, и вы знаете, что по вот этому договору конвертируемого займа, мы, те люди, которые помогли, это будет 20% отдаваться в прибыли, отдаваться вот нам с вами, то есть тем людям, которые помогли, то есть инвесторам. Поэтому говорить о том, если сейчас действительно есть люди, которые много инвестировали, то есть процент уже будет возврата, для них довольно-таки приличный, да, поэтому я призываю тех людей, которые еще имеют маленькие пакеты, вы сейчас подумайте, да, я понимаю тяжелое время, да, я понимаю, что, скажем так, не всегда есть, находишь деньги, так и так далее, но я говорю вам о том, что потом, наверное, будет поздно говорить, когда будет одна акция, один доллар на IPO, да, вы можете купить ее, да, вот вы можете сейчас зайти тоже, допустим, взять себе и купить там пару акций, допустим, Tesla, да, по 600 долларов, две акции купить за 1200, вот, ну, вот так тоже можно, вот вдруг, ну, как-то, понимаете, вот такие вот цены. Так вот сейчас вот стоит подумать, все-таки действительно сейчас вы можете отдавать там 50-100 долларов в месяц в рассрочку, да, а потом за эти деньги вы даже, скажем так, не купите 10-50 акций, потому что совсем будут другие, ну, что такое 50 акций, или сейчас получит 5000 акций, да, или сейчас, или там 50 тысяч акций можно получить, допустим, за 1000 долларов, 30 можно получить, вот, или потом будет это, будет вообще просто на одной, на пальцах одной руки, поэтому пересчитать, поэтому вы знаете, что 21 июня, да, будет переход на новый этап, соответственно, под этап точнее, поэтому количество акций за единицу денежную будет уменьшено, вот, и это надо понимать, вот, но Анатолий Эдуардович, когда ему спросили о планах, он говорит, хочешь рассмешить Бога, конечно, расскажет свои планы, но если взять вектор, как вот тогда переначал Максим, да, вот, то вектор такой, что через 5 лет капитализация нашей группы, компаний должна быть не менее 500 миллиардов долларов, а через 10 лет не менее триллиона долларов, то есть вот, соответственно, отсюда считайте 20% прибыли, отсюда смотрите, сколько количество акций, то есть уже можно говорить о том, что в будущем, то есть, ну, понятно, что часть акций вы можете продать там на IPO, допустим, после IPO, но в принципе сейчас заинтересованность в том, чтобы сохранить вот этот пакет, да, и в общем-то жить самому безбедно, и уже чем больше будет дорог, тем богаче будут ваши дети, будут заниматься тем, что они хотят ваши внуки, вот, и действительно, самое главное у человека это творчество, а не превращать его в робота, когда сидит человек штамповщик, либо, я не знаю, там, кассир вот в магазине, в общем-то, понимаете, да, профессии эти нужны, но сейчас уже, видите, роботы приходят, у нас вот в Евроопте есть, что ты можешь к кассиру подойти, отстоять очередь, а можешь подойти, пробить, там есть наблюдатель, да, который просто присматривает, чтобы это, все равно ты будешь жить, если ты что-то не пробьешь, будет пищать, и тебе вернут, да, вот, и потом карточки расплатиться, то есть, вот даже в Евроопте на Сухаревской, там уже отказываются от продавцов, и такая тенденция будет, не потому, что продавцы, это профессия плохая, а потому, что, в общем-то, с ней справляются уже спокойно роботы, поэтому роботизация будет, поэтому в человеке важна творческая составляющая, об этом я вас призываю, и поэтому надо заниматься, надо, чтобы зарабатывать хлеб насущный, у вас была возможность спокойно это делать, а самому заниматься творчеством и нести мир и любовь в этот мир, вот, и Анатолий Эдуардович еще раз сказал людям, что я очень благодарен всем инвесторам, каждому, кто принес и 10 долларов, кто принес там и 100 долларов, и 1000 долларов, любому человеку, я благодарен за веру в меня, за веру в технологию, вот, и когда спросили, ну, когда, когда вот это вот извечный вопрос у людей, которые не интересуются, не столько близко находятся, в общем-то, в потоке новостей, он сказал, терпение и понимание, все будет и даже больше, чем вы предполагаете, вы не потеряете деньги, не потеряете, вы приумножите и очень серьезно приумножите, и это отразится на жизни ваших детей и внуков, они будут жить в другом мире, более экологичном, более чистом, более безопасном, в том числе благодаря нашим технологиям, вот на этой фразе я хочу закончить, опять-таки, эту фразу я повторяю второй раз, потому что в прошлый, позапрошлый вебинар я тоже, меня это впечатлило, зная лично Антолия Эдуардовича, я знаю, что это говорит человек действительно от сердца, и дай бог ему здоровья, дай бог реализации всех планов, вы знаете, не только Skyway, но еще и Spaceway, это вот та, та, скажем так, планка, которую Антолий Эдуардович поставил для себя, и он хочет реализовать ее в этой жизни, дай бог ему здоровья и процветания, спасибо. Захватывающий рассказ, с удовольствием послушались все, что было за эти, ну и с картинками тут, и такой, просмотрели годовую нашу отчет, можно сказать, как делает иногда Ворон Баффет перед акционерами, перед своими годовой отчет, так вот у тебя примерно такой же получился отчет за 14 этап. 14.1, Леша. 14.1, да, переходим на 14.2, и, кстати, говорят, что на планерках, на наших, что 14.2, он будет очень быстрым, то есть он не будет таким длинным, как 14.1, он может быть очень быстрым, то есть буквально там 2-3 месяца, и мы перейдем на 15, то есть, ну, тут тоже, ну, зависит от разных факторов, там, от финансирования, от адресных проектов, которые планируются, вот если все хорошо будет, то может быть очень даже очень здорово, очень здорово, быстро пройти. Вот, единственное, что я добавил бы, что, ну, тут часто говорил слово акции, у нас иногда к этому придираются, вот и говорят, что, ну, все-таки это доли, доли, то есть мы приобретаем доли. Ну, там путаница только из-за одноволи, что есть шерсть и есть стокс, да, вот стокс это получается по-нашему от акции, а вообще в переводе шерсть это акции, вот поэтому, да, ну, я хорошо. Ну, ты уже смотрел наперед, когда после IPO у нас уже акции. Ну, я, нет, после IPO это будет стокс, именно по-английски, да, помнишь, нам объяснил очень хорошо один американский у нас инвестор, вот, а сейчас шерсть, вот, ну, если забить шерсть, в это самое, мне акции получаются, доли, ну, хорошо, я признаю, что мы, в общем-то, получаем доли в момент, когда мы отдаем деньги, в случае займа, да, да, чтобы потом не вырезали и не говорили, что мы что-то не договорим, не, да, не придерживаемся правил, да, хорошо, признаю. Елена пишет, дай Господь, Анатолию Дарвичу, всех благ, и тебе, Олег, все очень здорово раскрыл, показал весь масштаб и гениальность нашего проекта, да. Спасибо, Лена, спасибо. Соединяюсь, да, картинки красивые, все четко, понятно. Было желание еще, Леша, сколько, но я просто понял, что, видишь, в час мы укладываемся, да, вот так, ну, там, вот поэтому, конечно же, очень много вообще, когда прикасаешься вот к этой теме, и каждый, вот каждый, я уже не знал, и это хочется раскатить, и это, ну, где-то вот, в общем-то, так как вот, конечно, информации много, когда вот не касаешься, вот вроде бы, ну, делаешь что-то там все, а когда начинаешь вот это вот разбираться, конечно же, очень много глубоко и основательно, действительно, вот основательно, что веришь в то, что действительно это будет на года, на столетие, о чем и заявляет вот наш Анатолий Эдуардович. Вот, да, вот, спасибо. Спасибо всем за хорошие отзывы, вот, да, спасибо.